Александр Каркатадзе – ученый-краевед. Ему, как никому другому, известно особое значение побед и поражений, результат неусвоенных уроков и особая ценность человека в истории. Готовясь к Сибелорусскому народному собранию, руководитель музейного комплекса сформировал для себя определенные тезисы, главные из которых звучит так. Сегодня для Беларуси важно воспитать достойную молодежь, не только дать ей знания, методическую базу, но и широкое понимание жизни, уроки воспитания. И в этом должны быть задействованы все субъекты. Я прежде всего жду, чтобы были приняты такие решения, которые позволят нашей стране дальше устойчиво развиваться, чтобы решались актуальные вызовы 21 века. Ну а я как бы жду прежде всего, чтобы государство главное внимание уделяло подрастающему поколению, образованию, но не только как человека, знающего что-то, но и как культурного человека. То есть это должен быть человек всесторонний, развитый. Музей «Пятый форт» открыл свои двери после реконструкции в январе 2021-го. И с той поры объект уже посетили более 700 гостей. Цифра немалая, и она, по мнению Александра Александровича, подтверждает принципиальную для сегодняшнего времени позицию. Человек должен знать историю своей страны. Только так он может отождествлять себя как гражданин, понимать происходящие процессы и соотносить то, что действительно важно, что хорошо, а над чем предстоит еще поработать. Без воспитания, просто одно образование, оно не сможет подготовить гражданина своей страны. Понимаете, для того, чтобы стать полноценным гражданином, надо осознанно понимать, что такое патриотизм, что в твоей стране хорошего. Гражданин не только должен смотреть положительно, но он должен и болеть душой за то, что еще может плохо в стране, какие-то улучшения, какие можно сделать в стране. То есть он просто не должен равнодушно относиться к той стране, в которой он вырос, которая его воспитала, где он родился. Потому что, ну, говорят, что мы сейчас все, некоторые говорят, граждане мира, да, но мы, прежде всего, граждане своей страны, поэтому переживать за нее, болеть душой и стремиться улучшить ее – это долг каждого гражданина. Эти и многие другие тезисы станут лейтмотивом большого открытого диалога, который пройдет в столице уже на следующей неделе. Принципиальные позиции лягут в основу будущих законопроектов и государственных документов.